Наша компания занимается слоганом «Учитель жадопроизводства». Татурское бюро, проектирование в сфере общего машиностроения, работаем на различных сферах, это тракторостроение, автомобилестроение, проектирование оборудования, механизмов и также сейчас востребованную услугу оказываем, такую как реверс инжиниринг. Я вам скажу так, что до 2022 года основной услугой нашей компании было именно проектирование с нуля, разработка, вывод изделий на рынок. За прошедший 2020 год через нашу компанию прошло более 1000 заявок, и из них половина составила как раз-таки по обратному проектированию. Если брать уже самую свежую статистику за 2023 год, через нашу компанию прошло более 1300 заявок, и 70% из них связаны как раз-таки с реверс инжинирингом. Масштаб компании – это компания из группы «Газпром», это компания из группы «Росатом», «Транснефть», «Российские железные дороги», «Концерт Калашников», «Яндекс», «Атол», «Науф», «Акрон», «Полюс» и многие другие. Могу долго перечислять, это все компании являются нашими заказчиками, и у них услуга «Реверс Инжиниринг» самая на сегодняшний день востребована. Параллельный импорт не спасает, потому что он не обеспечивает необходимые как сроки поставки, так и время. Ну, сроки, соответственно, первое, и второе – количество деталей. Поэтому они, компании данные, поворачиваются уже лицом к нашим производителям и ищут, кто, во-первых, им разработает сначала чертежи, то есть это главный продукт «Реверс Инжиниринга», и в дальнейшем кто изготовит в рамках нашей страны, чтобы больше не быть зависимым от иностранных рынков. Первая, самая главная, основная проблема – это кадры, точнее их отсутствие. Инженерная школа была потеряна, и сейчас ее вернуть очень тяжело, скажем так, по щелчку пальцем. Отсутствие кадров, и второе – это преемственность опыта, то есть уже старшее поколение ушло с предприятий, пришло молодое поколение. Во-первых же, они идут нехотя, потому что отсутствует популяризация профессии инженера, да, то есть мы с вами со всех источников слышим, что IT-специалисты – это круто, все идут в IT, а то, что инженеры – круто, мы с вами нигде не слышим, правильно? Соответственно, мало кто идет в эту профессию. Во-вторых, они приходят, старшие уже кадры ушли, и им весь опыт приходится приобретать заново. Это десятки потерянных лет, десятки. Вторая проблема, правильно обозначили, это оборудование, точнее происхождение оборудования, потому что, по официальным данным из Росстата, более 60% станочного парка, это обрабатывающий в нашей стране, это иностранные. Это первая информация. Вторая информация, что более 70% этого станочного парка изношены. Возникает вопрос, где брать детали. У некоторых компаний, не могу сейчас вам назвать в прямом эфире название, да, они столкнулись с тем, что когда их головная компания, немецкая, ушла с рынка, их оборудование оказалось полностью уникальным. Нет аналогов ни в Турции, ни в Индии, ни в Китае. И что тогда делать? И опять же, единственным инструментом, который помог выйти из этой ситуации, это реверс-инжиниринг с адаптацией уже технологий под наши возможности. Поэтому единственное, что сейчас компаниям этим можно посоветовать, это не бояться, обращаться к инструменту обратного проектирования и, ну, скажем так, тушить свои пожары. Я вам скажу откровенно, на это уйдут, я думаю, годы, а то и десятилетия. Потому что обратное проектирование, да, то есть это не просто скопировать изделие. Во-первых, стопроцентного реверс-инжиниринга не бывает, это первое. То есть всегда приходится изделие допроектировать. Конструкторская мысль всегда требует здесь своего участия. То есть в лучшем случае это будет 50% копирования, так назовем, и 50% проектирования. Это первое. Второе, очень важный вопрос, это технологическая адаптация, чтобы это изделие не бездумно скопировать, да, а чтобы можно было произвести в рамках нашей страны. Потому что некоторые технологии у нас отсутствуют, это первое. Второе, если за границей это изделие заказчик производил один способом, не факт, что это будет удобно производить нам этим же способом. То есть адаптация. И третье, что я вам скажу, к сожалению, об этом мало кто говорит, но это правда, что изделие, которое мы с вами повторим и изготовим даже, оно с очень низким шансом вероятности будет соответствовать такими же эксплуатационными характеристиками, как оригинал. Нам придется с вами сделать второе изделие, третье, четвертое, пятое, проделать работу над ошибками, и на это уже уйдут у нас годы. И межсервисные интервалы на обслуживание того же оборудования сейчас будут резко сокращаться. И это нужно принять как факт нынешнего времени. Да, поэтому всегда рады поделиться мнением своим, поэтому все открыто для вашего канала. Вам спасибо. Продолжение следует...